Здравствуйте, с вами снова Магомедова Елена, и мы с вами будем продолжать говорить о продажах. Сегодня мы будем с вами говорить, с чего же начинать продажи и как искать клиента. Если вернуться к тому, о чем мы с вами говорили за последнее время, то мы с вами уже, наверное, понимаем, что хорошим продавцом невозможно стать ни за один день, ни за один месяц, даже ни за год. И когда, даже если вы достигаете успеха в продажах, все равно нужно будет совершенствовать свое мастерство, так как рынок и потребности людей меняются со временем. Когда вы выходите на рынок с каким-то предложением товара или услуги, вы должны быть интересны вашему покупателю. А настоящее время не просто продавать новые товары, так как обычно на рынке сформировано достаточно много аналогичных предложений товара. Мы уже с вами говорили, что конкуренция – это хороший признак того, что уже кто-то пользуется вашим товаром или услугой. Значит, вам не придется долгие годы формировать спрос, с одной стороны. С другой стороны, важно, чтобы ваше предложение выгодно выглядело среди прочих товаров и услуг. В прошлый раз мы как раз с вами говорили о том и учились делать и создавать уникальное торговое предложение. Как у вас получилось хорошо или плохо, вы, конечно, это оценят ваши покупатели, оценят это все деньгами. А вот в процессе продаж, когда вы будете все это продавать, это все не статично, можно всегда поменять и улучшить ваше предложение. Вначале мы с вами все-таки продолжаем тему и идем к продажам, и нужно идти к клиентам уже с каким-то торговым предложением. Итак, с чего начинаются продажи? Продажи начинаются с того, что вы тестируете свое уникальное торговое предложение. Вы его создали, мы с вами говорили о том, как его создать, вы его создали, и теперь вам его нужно отработать, оттестировать. Не стоит поэтому вначале ожидать каких-то больших результатов от продаж. Если результаты будут, если у вас получится продажа, это хорошо. Ну, скорее всего, вы просто хороший продавец, правильно составили свое предложение, и, возможно, даже вы опирались на свой какой-то прошлый опыт. Но, как правило, даже у опытных продавцов с первого раза продажи идут не самым хорошим образом, не очень хорошо. Нужно опробовать свое предложение, и в этом случае вы настроитесь на то, что вы будете проверять, просто проверять вашу гипотезу. Считайте, что ваше уникальное торговое предложение – это просто гипотеза, вы думаете, что так должно быть, поэтому ее нужно оттестировать и проверить. То есть то, что вам сейчас кажется хорошим уникальным торговым предложением, вы будете это все тестировать. Вам совет. Слейте 10 первых клиентов. Что такое «слейте»? То есть вообще не заботьтесь, купят у вас или нет. С психологической точки зрения вы будете проще принимать любые возражения и отказы. Вот этот процесс нужно пройти, нужно не бояться расставаться с клиентами. В этом случае вы просто думаете или понимаете, что вы не продаете в данный момент, а просто тестируете свое торговое предложение. Когда вы таким образом предоставляете свой продукт, когда вы рассказываете предложение, вы анализируете все то, что вам говорят люди и в чем они вам возражают. Вы как бы смотрите со стороны. Вот вы создали, а теперь вы просто смотрите, работает это или не работает. Вас сейчас интересует не то, купят у вас или не купят, а работает или не работает. Правильно или неправильно вы это все создали. Поэтому в каждую следующую презентацию продукта вносите корректировки и меняйте свое уникальное торговое предложение. То есть вы его как бы от раза к разу усовершенствуете, делаете лучше, как-то создаете его, пересоздаете. Вот таким образом. Может даже случиться, что ваше уникальное торговое предложение вообще видоизменится к тому моменту, когда вы поймете реально на клиентах, что нужно клиенту и что вообще от вас хотят. Вот такое начало работы, по сути, настроит вас на правильное отношение к неудачам, к отказам. И в этом случае вы будете очень спокойно переживать любые несогласия со стороны клиентов. Каждый раз вы просто опять же будете возвращаться к этому ощущению о том, что вы его будете улучшать. Но при этом вы, конечно же, усовершенствуетесь непрерывно, и процесс анализа будет постоянно с вами присутствовать. Но не увлекайтесь таким вот обеспеченным отношением к результату. Все-таки, кроме анализа вашего уникального торгового предложения, вам нужно будет усовершенствовать еще и свои навыки продаж, чтобы это ваше спокойствие не переросло в безразличие к продаже. Усовершенствуя свои навыки продаж, уже вы будете становиться более профессиональным. И, конечно же, это вопрос профессионализма. Но об этом мы с вами сейчас говорить не будем, а будем говорить об этом в следующий раз. Чтобы начать вашу работу с уникальным торговым предложением, вам потребуется найти несколько человек, с которыми можно поговорить в качестве теста. Здесь становится вопрос, как искать клиентов. Давайте условно клиентов разобьем по двум типам. К одним идете вы, другие идут к вам. Это разные психотипы покупателей. В первом случае, когда вы идете в клиенту, вы, вам что-то нужно от человека, и вы являетесь инициатором продажи. В другом случае, когда люди идут к вам, в этом случае человеку от вас что-то нужно, и это он инициирует свою покупку. Как правило, людям комфортно, продавцам, когда к ним приходят покупатели. Так работает большинство магазинов, так работают больницы, кафе. Практически вся сфера услуг работает таким образом, что к вам, к покупателям приходят, к продавцам приходят покупатели. Как правило, мы, как покупатели, мы привыкли ходить куда-то и что-то покупать. Нам привычно тратить деньги в определенных местах. У нас никто не отбирает эти деньги, мы добровольно их тратим, и мы делаем это с удовольствием. Вот такая позиция, когда мы куда-то идем и тратим деньги, является нормой, и это комфортно и для покупателя, и для продавца. Другое дело, что мы должны знать, куда пойти и где потратить деньги. Мы как покупатели, да, и здесь в данном случае работать будет реклама, рекомендация, то есть мы что-то увидим, услышим и пойдем именно туда. Так вот, как продавцы мы должны использовать и направление рекламы, и рекомендации для того, чтобы привлечь клиентов. Итак, если мы, как продавцы, хотим пользоваться направлением продаж, когда к нам приходят люди, тогда мы должны привлечь к себе клиентов и стать интересными среди других предложений. Что можно делать в этом случае? Если вы настроены на создание серьезного бизнеса, да, который впоследствии разрастется в большое предприятие с хорошим доходом, то тогда на начальном этапе стоит потрудиться, чтобы создать систему привлечения клиентов. Это может быть создание сайта, это может быть создание видеороликов на ютубе, реклама в интернете, какие-то оффлайновые мероприятия, да, это может быть партнерство, ну, много всяких разных направлений, где мы могли бы привлекать клиентов, давать рекламу и делать рекомендации. Вы, для того, чтобы понять, в каком направлении двигаться, можно найти, по крайней мере, где-то 50 площадок, да, 50 размещений, на которых можно рекламировать свой продукт и привлекать клиентов. В этом случае тогда вы можете ожидать хороший поток людей, на которых сможете тестировать свой продукт, ну, и потом впоследствии его продавать. Как правило, в одиночку это делать нет смысла, вы просто погрязнете, ну, тяжело сделать, все сразу же ухватить. Поэтому, как совет, либо создать команду единомышленников, которая будет делать все собственными силами, ну, или нанять профессионалов, которые это сделают вместо вас. Если вы, допустим, настроены не на создание большого бизнеса, а рассчитываете просто на дополнительный доход, но все равно хотите привлекать клиентов себе, чтобы клиенты приходили к вам тратить свои деньги, тогда можно использовать такие ресурсы, как Инстаграм или любые соцсети. Там обитает, конечно же, неограниченное количество потенциальных клиентов, и надо просто узнать, как их заинтересовать и научиться это делать. Мы с вами сегодня тоже не будем изучать социальный маркетинг или ССМ, да? Это мы можно научиться самому, и впоследствии мы тоже, я думаю, что будем с вами об этом говорить и рассказывать. Вообще нужно настроиться на то, что вам придется что-то изучать, узнавать что-то новое, чего раньше вы не делали. И, конечно, в любом новом деле, в деле, в котором вы начинаете, потребуются новые действия от вас. Просто настройтесь на это и следуйте вот тем рекомендациям, которые мы вам даем. Случаи, когда вы идете к клиенту, да, как выбирать клиентов, подойдут ваши знакомые и друзья, то есть те люди, которых вы знаете, к ним можно идти. Возможно, когда вы пойдете к этим людям, мы говорим все-таки о тестировании продукта, да, и мы говорим о том, что нужно нам в начале нашей карьеры, когда уже мы создали уникальное торговое предложение, его понятие тестировать. И вот когда мы идем к людям, к друзьям, знакомым, да, конечно, возможно, некоторые из них захотят купить продукт даже тогда, когда вы будете тестировать свое предложение. Здесь может сработать ваш авторитет среди близких людей, ну, или знакомых людей, да. Если авторитета мало, то вы в любом случае сможете потренироваться на них. Просто попросите их быть беспристрастными к вам. Вы получите хорошие советы и сможете быстро откорректировать ваши предложения. Обычно люди, которые идут к друзьям и знакомым, переживают, чтобы те купили, так как список вот этих близких людей, он не безграничен. Поэтому вот существуют некоторые дискомфорты. А ваша задача все-таки спокойно отказаться от десяти клиентов. Первых, да, с которыми вы встретитесь. Чтобы у вас не было дискомфортом, берите рекомендацию у всех, с кем встречаетесь. Попросите либо рекомендовать вас другим людям, или узнайте, к кому вы бы могли еще обратиться с вашим предложением. Таким образом, у вас будет больше потенциальных покупателей, и это снимет некоторую напряженность в начале работы. Впоследствии просто нужно будет научиться общаться с посторонними людьми, но это в будущем, пока вы тестируете свое уникальное торговое предложение и расширяете свой список. Следует понимать, что большой бизнес не получится сделать таким образом, чтобы просто это сделать на друзьях и знакомых. Начать можно и только с правильным настроем, то есть не переживать за конечный результат в самом начале, просто анализировать предложение, менять его, то есть как-то усовершенствоваться. Потом все равно придется искать клиента в других местах и настраивать рекламные кампании, то есть уходить туда, где к вам будут приходить люди. Мы с вами уже говорили о той роли, которую вы себе отводите в продажах. Вот вспомните все, о чем мы с вами говорили, что это для вас продажи, хобби, дополнительный заработок, это бизнес, или вы хотите, чтобы это выросло в большое дело, где вы будете являться руководителем. Вот если на начальном этапе, на том этапе, когда мы с вами разговаривали, если вы правильно определились со своей ролью, то никаких сбоев дальше не будет, вас ничего не должно смущать. Возвращаемся к продажам и клиентам. Итак, на тот момент, на сегодняшний момент мы с вами узнали, что нужно, первое, составить свое уникальное торговое предложение, для этого провести серьезный анализ конкурентов и того продукта, который предоставляет производителю знать побольше о продукте от производителя. Второе. Нужно протестировать свое уникальное торговое предложение на нескольких клиентах и отказаться или слить, по крайней мере, 10 из них. Спокойно расстаться с клиентами. При этом следует проводить анализ вашего предложения и менять его в зависимости от потребностей покупателей, исходя из замечаний, которые они вам будут делать, и их пожеланий. Третье. Клиентов можно найти среди близких, друзей и знакомых. Можно настроить рекламные кампании самостоятельно, с партнерами, с командой, ну или нанять профессионалов. Или можно воспользоваться социальным маркетингом и найти клиентов в интернете. Вот на сегодняшний момент вот эти вещи вы должны сделать, тестировать, пробовать и включаться в работу в ближайшее время. После того, как вы проделаете этот путь, ваше предложение должно приобрести такой вид и стать таким, чтобы охватывать большую часть потенциальных покупателей. которым был бы интересен вообще ваш продукт. То есть вы должны переработать информацию, провести анализ этого торгового предложения, проанализировать свои действия, усовершенствовать его, и вот в этот момент вы будете готовы продавать ваш продукт. Это работа не одной недели, возможно, это даже не работа месяца. Конечно же, на этом не заканчивается усовершенствование, вы дальше будете это продолжать делать. Но вот это вхождение, такое вхождение в продажи, по крайней мере, научит вас не переживать за результат и правильно анализировать свои действия, правильно поступать впоследствии. Вам нужно будет, опять же, найти клиентов, и вы должны точно знать, что завтра у вас будут новые клиенты. Над этим тоже нужно работать. Параллельно с вашей вот той работой, о которой мы сейчас говорили, параллельно, да, со созданием уникального торгового предложения. И вот два взаимосвязанных процесса сделает вашу работу непрерывной. То есть новые клиенты будут вести к тому, что у вас будут новые встречи, у вас будут новые контакты с потенциальными покупателями. Новые контакты будут приводить к тому, что у вас будет поступать новая информация о вашем торговом предложении. Вы его будете анализировать и таким образом улучшать свою работу. Все это в конечном счете должно привести к тому, что ваши продажи действительно выйдут на серьезный, хороший уровень. Совет. Не затягивайте этот процесс, потому что это достаточно большая работа. Включайтесь в него как можно быстрее. Вот. И это даст вам такое дополнительное преимущество. Это то время, которое вы не будете тратить. О чем мы с вами будем разговаривать в следующий раз? В следующий раз мы с вами поговорим, как вообще начинать разговор, когда уже все готово, когда ваше предложение стало на поток, когда уже вы настроили поток клиентов, когда вы оттестировали свое уникальное торговое предложение. Дальше мы будем с вами создавать систему продаж. И у нас будет следующее занятие. Это будет несколько занятий о психологии продаж. Забегая вперед, скажу, что это не манипуляция людьми. Это не использование NOP, это в других каких-то хитрых приемах. Все, что мы с вами будем изучать, это качественные изменения процесса продаж и вас, как профессиональных продавцов. Еще один совет. Ни одним из процессов, о которых мы сейчас с вами говорим, пренебрегать нельзя. Если вы из чего-то, из какого-то процесса выпадаете, пренебрегаете, не делаете, то вы понимаете, что впоследствии где-то будет пробел и все будет не так гладко и хорошо, как вам бы хотелось. Поэтому не переставайте. Внимательно следите за тем, что мы здесь вам предлагаем. Все это внедряйте в свою жизнь. Старайтесь это все практиковать. Чем быстрее вы будете это делать, тем быстрее у вас получится стать хорошим, хорошим, замечательным продавцом. Хорошо. Ну и к этому времени, если вы были все это время с нами, вы уже должны какую-то читать литературу, которую мы вам рекомендовали, по крайней мере, о создании текстов. Вы уже должны были проанализировать конкурентов и уже создать торговое предложение. Будем надеяться, что все так и было. На сегодня у нас все. До следующего раза. И будем в следующий раз с вами говорить уже о глубинных процессах. Продаж. Все, спасибо. До встречи.